Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Томат является по истине одним из наиболее популярных овощей в мире. И особенную популярность он приобрел в личных подсобных хозяйствах. Выращивается он красиво, мощно, является украшением теплицы. Сортов очень много. Действительно, это может стать и хобби, и увлечением, и делом всей жизни у некоторых, даже профессиональным. И, конечно же, мы ищем, ищем, ищем различные способы увеличения продуктивности урожайности томата. Конечно, урожай зависит от подкормок, от защитных мероприятий, от многого другого. Но все-таки мы также ищем способы, как можно увеличить урожай томатных растений без применения каких-либо поливов, подкормок, там еще каких-то мероприятий, которые требуют каких-то таких традиционных способов увеличения продуктивности. И такие способы на самом деле есть. Несмотря на то, что томат является самоопыляющимся растением, неплохо известно, что вообще хорошо, я даже сказал, известно, и в производстве это хорошо применяется, что опыление томата с помощью насекомых, с помощью пшмелей в частности, является очень и очень эффективным способом повышения продуктивности томата. Когда вам в интернете или на картинках, или где-то еще показывают вот эти промышленные сорта томатов, которые гроздьями висят, усыпаны плодами, которые выращены там на высоком агрофоне, точно вы можете быть уверены, что они были обязательно выращены как с использованием гормональных препаратов, и одновременно в обязательном порядке они были выращены с использованием опыления шмелями. Шмели выращиваются специально в производстве для того, чтобы опылять вот эти промышленные теплицы. В принципе, продаются при известной сноровке, их можно достать. Но, с другой стороны, далеко не всем доступны эти шмели, хоть их там и по почте даже присылают еще как-то. Ну и не у всех такие большие теплицы, чтобы заниматься покупкой этих пчел, этих шмелей семей, и вот здесь вот, значит, заниматься опылением с помощью шмелей. Есть альтернативный способ. И этот альтернативный способ прост вообще до безумия. С чем он связан? Он связан с тем, что если мы будем физически воздействовать на растение томата, то в этом случае пыльца будет эффективно высыпаться на рыльце пестика, пестик будет там хорошо содержать, к нему будет прикрепляться эта пыльца, она будет прорастать, и томаты у нас будут такие крупные, красивые, товарные, гладкие. Ведь от чего зависит размер плодов во многом? Они мелкие, крупные, от того, сколько пылинок, вот этих пыльцевых зерен попало на рыльце пестика. Сколько семян внутри образовалось. Если семян внутри образовалось много, то и плод будет красивый, мощный, равномерный и сладкий. Ну, казалось бы, самая простая вещь, и в принципе про нее многие знают, что нужно просто ходить и потрясывать растения, да, каким-то образом потрясывать растения. Потрясывать их самое простое, если они привязаны на шпалеру, то надо сделать 5-6 вот таких 1-2-3-4-5-6 движений, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, вот так вот идти и периодически потряхивать. И в этом случае от вибрации пыльца ссыпается на рыльце пестика. Но есть несколько важных обстоятельств, которые необходимо учитывать при применении этого способа. Первый связан с тем, в какое время это необходимо делать. Но ведь может же быть разница делать это в 6 утра, в 9 утра, в 3 часа дня, в 6 часов вечера. Когда это необходимо делать? Вот сроки вот этого вот мероприятия по вибрации этих растений и потряхиванию для того, чтобы пыльца сыпалась, наиболее эффективно проводить в утреннее время, на восходе. Ну, конечно, я не призываю вас вставать в 5 часов утра и этим заниматься. Но в период с 9 до 11 часов дня вам обязательно необходимо провести это мероприятие. Если вы ранее птаха, жаворонок, и вы придете в теплицу в 6 утра и тоже будете делать вот это мероприятие, это тоже будет очень хорошо. До 6 утра не советую, и после 11 дня уже тоже не советую. Это мероприятие не будет эффективно. Это связано с динамикой созревания пыльцы и с сроками созревания пыльцы и пестика. Ведь нам надо, чтобы и пестик был подготовлен к восприятию пыльцы, и пыльца была же неспособна. И вот этот период, вот этот коридор времени является наиболее эффективным. Второй вопрос, который я хочу обсудить в связи вот с этим мероприятием, то есть увеличением продуктивности томата без применения каких-либо обработок или подкормок, он связан с тем, какая влажность должна быть в теплице при проведении вот этого мероприятия. Если у нас будет слишком сухо в теплице, то в этом случае пыльца будет сухая, рыльца пестика будет плохо его воспринимать, и она будет плохо прорастать. Если у нас в теплице будет слишком влажно, то в этом случае пыльца будет собираться комочками, комочками падать неравномерно на рыльце пестика, и тоже будет плохо прорастать. Как правило, в утренние часы в теплице собирается достаточно большое количество водяного пара. Это связано с тем, что растения ночью дышат, они окисляют те вещества, которые они образовали за ночь, выделяют достаточно много влаги. Поэтому перед проведением вот этого мероприятия по потряхиванию растений в течение хотя бы минут 40 откройте форточки двери настиж и проветрите вашу теплицу. Это не позволит высохнуть воздуху слишком сильно в этот период времени, вот в этом коридоре от 9 до 11 утра, с одной стороны. А с другой стороны это не позволит сбиваться пыльце в комочки, чем будет нарушен процесс опыления растений. То есть где-то получасовое 40-минутное проветривание теплицы перед вот этим мероприятием необходимо. Если вы на ночь не закрываете теплицу, если она у вас находится и так в проветриваемом состоянии, то этот совет номер 2 вы вполне можете проигнорировать. У вас средняя влажность должна быть, то есть не слишком большая влажность, не слишком низкая. А как повысить влажность, если вы заходите и чувствуете, что вот прям воздух сухой, аж вот вы зашли в теплицу, а как почувствовать, что воздух сухой? А очень просто. Вы в теплицу зашли, в ней жарко, да, в это время уже может становиться, вы потеете, а пот с вас не течет. Он весь испаряется. Это означает, что в теплице низкая влажность, пот легко испаряется. Чтобы повысить эту влажность, немножечко приподнять, закройте вашу теплицу буквально на 15-20 минут, и эти насосы, которыми являются растения, насытят в достаточной степени вот эту влажность, обеспечат вашим растениям и этой пыльце для того, чтобы она как следует спадала на рыльце пестика, и опыление происходило как следует. Что ж, два таких простых элементарных совета, которые вам помогут значительно увеличить эффективность вот этого метода по опылению, как вы вместо пчелки, вместо шмелика будете ходить по вашей теплице и заниматься вот этим вот самым опылением ваших растений для того, чтобы получить богатый-богатый урожай. Что ж, трудимся как пчелки и шмели на благо нашего урожая все вместе. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!